Пока нам не дают превысить скорость, но сейчас нам скоро будет разрешено превысить ее Я вам хочу сказать, что не каждый автомобиль такое сможет сделать Так и так, всем привет! Сегодня мы находимся на испытательном полигоне АвтоВАЗа Здесь тестируют все последние, да и все автомобили АвтоВАЗа, которые выходят, которые проводят какую-то доработку И естественно, так как мы сделали тест-драйв Лады Весты, предложили обкатать замечательную Ладу Калину НФР Машина непростая, что такое НФР? Это Need for Race Стоит она столько-то, то есть вы сейчас видите цену Потому что на данный момент, к сожалению, я не располагаю в сведениях о цене, но я думаю, что это недешево Что такое Лада Калина НФР? Это специальный автомобиль на базе Лада Калина 2 Подготовленная компанией Лада Спорт для молодых любителей быстрой езды и людей, которые предпочитают АвтоВАЗ То есть теоретически, это те люди, у которых не хватает денег на горячий хэтчбэк, на какой-то вот... Они не хотят покупать бэушный автомобиль, они хотят купить автомобиль на гарантии и заниматься активной ездой То есть сейчас у нас много различных вариантов Это кубковые соревнования, это трек-дни, различные любительские какие-то ралли-спринты В общем, в любом городе такого хватает В общем, вот этот инструмент сегодня мы вкатаем на фирменный овал АвтоВАЗа Сегодня мы попробуем его протестировать Я расскажу про начинку этого автомобиля, про подвеску, про салон На данный момент у нас в автомобиле двигатель объемом 1.6, 140 лошадей Коробка у нас короткая, ну это чуть поподробнее Давайте начнем с внешности Машина выглядит очень эффектно, на мой взгляд Потому что как бы Калина на 17-х колесах с такими жабрами В принципе, у всех вызывает легкое такое... Ну, удивление В столетике, конечно, не удивляешь, но все равно смотрится эффектно Особенно в белом цвете Хоть как-то это делает Калину агрессивнее Потому что у нее настолько неагрессивный вид Ну, как бы, вот, ну, что-то вот это придает ей какой-то некой агрессии, да? Жабры у нас видны, ощутимы И вот самое интересное, что здесь стоят 17-е колеса на пяти болтах Сквозь них мы видим огромные тормозные суппорта и диски Ну, огромные по сравнению со стандартной Калины Поэтому давайте я вам скажу про внутреннюю часть этого автомобиля А потом мы посмотрим салон Салон, мне кажется, не очень интересно И все-таки мне уже не терпится вот прям сесть и поехать на кольцо Значит, открываем наш замечательный капот Тут видно, вот, не с первого раза все попадают по царапинам Здесь у нас видно конструктивные особенности в виде жабр Что отличает от стандартного автомобиля Значит, что у нас под капотом? Очевидно, мы сразу же видим ресивер Procar С фирменным логотипом NFR Вообще, в принципе, машину собирает вручную То есть, приходит готовый кузов, просто пустой ее собирает Прикручивают, тут подрамник стоит, тут 17-е колеса Здесь у нас занижение, минус 40, естественно, стойки и пружины другие Здесь задний стабилизатор По подвеске автомобиль очень правильно настроен Причем специалистами, которые ездят по кольцу Но вот стоит она дорого И, например, за эти деньги вы можете купить там, например, ну BMW M3 можно взять, который будет лучше ездить Но вот это, просто за это платить, как бы, я не понимаю С одной стороны, да, то есть вы получаете быструю Lada Kalina Но, по большому счету, 140 лошадей, это она едет 9.2 9.2 у нас едет в среднем 2-х литровый Ford Focus на механике Да, она лучше рулится, но у нас, кстати, обратите внимание, стоит E-Gas Мотор достаточно простая конфигурация Здесь у нас стоит 1.6, валы 9.5 Башка у нас стандартная, клапана стандартная Равнодлинный выпускной коллектор в термообработке, в термообмотке То есть все, в принципе, выхлоп Поэтому выхлоп у нас на 60-й трубе идет Ничего нет сверхъестественного Нет, здесь нет ничего такого, чего вы сами у себя в гараже, например, не сможете поставить Ну вот как в комплексе, мы сейчас проверим Опять же, да, вот поставить заднедисковые тормоза и правильно их настроить Но это очень надо много приложить усилий Как вот мы сейчас, 12-й, пытаемся отстроить именно тормоза Поэтому, мне кажется, этого мотора хватает Но опять же, 9.2 до 100 Ну как-то вот спортом даже на самом деле и не пахнет По конфигурации все Коробка, я уже говорил Стандартный ряд, пара 4.3 Блокировка свободная То есть блокировки у дифференциала у нас нет Все В принципе, стандартные форсунки, естественно Без каких-либо изменений Поэтому сейчас мы быстренько посмотрим в салон И вольнем по вот этому обвалу автовскому Садимся в автомобиль У нас отключение курсовой устойчивости Антипромоксной системы Есть кнопка, представляете Посадка неудобная Как в табуретке сижу Ну как бы вот Мы сидим, знаете, вот как В тюнячем таком вот Но как бы мы не регулировали сидение Все равно Вот лично мне неудобно здесь То есть я бы чуть-чуть опустил сидение вниз Придется вот так ехать Сзади, наверное, мы садиться не будем Кстати, сидение очень удобное Здесь у нас такой аналог Эликантары Желтая строчка Везде фирменные значки NFR То есть Need for Race Я так понимаю, да? Вот Пятиступенчатая коробка передач Ручник Такой центровик здесь Вот Опа-на Вот это надо показать Вот так вот Смотрите, смотрите Оп-оп-оп Обороты Средняя скорость Напряжение Значит Зарядка аккумулятора Температура двигателя Запас И выключаем И... 113 рублей Вы видели, что он там показывал? Что он там в рублях? В рублях считает расход топлива Смотри 42 рубля 11 километров 1,4 литра Итого 4 тысячи... Как он... 4 тысячи 125 рублей Автомобиль потратил За 1132 километра Очень интересная Калькуляция расходов В конце поездки На спортивной Ладе NFR Которая стоит Как BMW Е36 В каком состоянии М3 пришел Так, ну что Давайте поедем Итак, садимся И... Выезжаем Нас должны сейчас вывести На так называемый Овал Пока мы, естественно Давайте убавим печку Короткая коробка Ну-ка, попробуем Превышение оборота двигателя Понятно, спасибо В отсечку, значит Мы уперлись Но машина очень жесткая Конечно, чувствуется 17-е колеса И все остальное Первый раз Выезжаю на испытательный полигон На такой овал Пока нам не дают Превысить скорость Но сейчас нам Скоро будет разрешено Превысить ее Очень зубодробительная Подвеска Вот вы знаете Я ездил на везде, да И вот это просто Разом Намного хуже Автомобиль рулится Чем даже стандартное Веста Здесь есть отклонение Вот посмотрите Вот даже как рулится Отзывчивость на руле И все остальное Все остальное Зажато Стоит подравник Все остальное Намного хуже Этот автомобиль рулится Чем стандартная Лада Веста Даже вот отклонение Руля от нуля То есть И насколько Охотно Кузов повторяет Вот отклонили Только сейчас Пошел в бок Только сейчас Управляем Конечно, лучше Чем у стандартной Галины Но тем не менее Далеко там Да От нормальной Ну так скажем Иномарочной Но интересная коробка Интересный мотор Табуреточная Подвеска Нам дает Ощущение Такого спорта Я думаю Итак Выезжаем на полигон Надеюсь Тут никого Кроме нас нет Это полигон Для Значит Показания Максимальной Скорости Автомобиля И в принципе Давайте попробуем Разгон Хотя сейчас Дождь Провалы при переключениях есть Ну коробка короткая У нас уже 140 4,5 тысячи оборотов Сразу заходим На крайний На крайнюю полосу Газ в пол Пятая передача Едем практически С прямым рулем Вообще Такие полигоны Сделаны для того Чтобы проверять Не знаю Чтобы длительное время Автомобиль ехал По прямой С максимальной скоростью Чтобы отслеживать Температуру мотора Различные настройки Настройки шасси Я думаю На 180 машина Уверенно держит дорогу Несмотря на то Что у нас мокрый асфальт Такая слякоть Покрытие достаточно Нестабильное Переменное Очень шумно в салоне Чувствуется вой коробки Чувствуется вор Вой мотора Но как мы видим Набор скорости Происходит не очень активно Очень страшно входить В поворот на полной скорости Очень страшно Но Физика делает свое Может быть на камере Это кажется как-то Ну я не знаю Спокойно Но ощущения такие Не самых приятных В повороте Потому что мы все привыкли Немножечко подруливать А здесь этого делать не надо Ну давай Калина Это фэр Ну 200 Это будет у нас Нет? А кто знает правильно Как тормозить в такую В такую погоду Когда под тобой лужи На 180 в овале Правильно на передаче Но я вам могу сказать Что машина не для максимальной скорости Мне приходится кричать Что вы меня услышали Пробуем тормозить Передачами И попробуем оценить тормоза Со 100 Со 100 Оу Оп Идеально Давайте попробуем Ускориться еще раз Правильно Неужели эти отрывки есть такие У нас на С двух Вот с двух с половиной В дождь Попробуем Что за у нее за Есть какие-то клевки При приключении Как будто 140 нам легко дается Попробуем выкрутить полностью Передачу Появляется вибрация Газ в пол Вот все Больше не едет Не думаю Что здесь ограничитель Стоит Интересно здесь проехаться На каком-нибудь там Я не знаю ГТРе там Под 300 Ну а вал На такой скорости Это конечно круто Еще очень интересное Занятие Я думаю Попробовать Ее закинуть Например На каком-то прямике Как она себя поведет Сейчас мы выйдем На прямик Очень надежно Кстати Под 160 Такие перестроения Я вам хочу сказать Что не каждый автомобиль Такое сможет сделать Но здесь действительно Мы испытываем автомобиль В пределе В пределе возможностей Этот автомобиль Многое позволяет Я вам могу сказать Многое Подвеска здесь идеальная Буквально мне кажется Кольцевая Ну вот так Мы уже едем Минут сколько Минут 15-20 Температура в норме 26 литров 30 кг Сейчас средняя скорость Нормально Итак Ну что можно сказать Про эту автомобиль Конечно Она хорошо Ну разгоняет Она слабо То есть Ну Не на НФР Не на спорт Управляемость хорошая Хочется более четкий руль Хочется более отзывчивый Педаль газа Да Ну По большому счету Машина бессмысленная Потому что вряд ли Как кто-то ее там будет покупать За такие деньги Может быть Это исключительно Для кубковых соревнований Может быть Для трек дней Но Я не вижу Потенциального Клиента Российского На этот автомобиль Потому что Любители автоспорта Обычно Не покупают Новую машину За 600 За 700 Можно Намного интереснее Взять Какого-нибудь Японца Или еще что-нибудь СТИ Или Эволюшн И начать что-то делать Но Его преимущество То, что это новый автомобиль Вот И Ну не знаю Вот и все Наверное Это новый автомобиль Ну Дорого Дорого А так Веселый Очень Кстати Обратите Очень хорошо Держит Прямую Курсовая устойчивость У него отменная И он может Показать хорошую Скорость Прохождения Поворота То есть Он держится Именно настроенно По подвеске Автомобиль правильно А вот с рулем Управлением Конечно Надо что-то сделать Потому что Отклики на руле Очень слабые И Сам полигон Конечно Впечатляет Это такое Огромное Строение Такой овал Я никогда раньше Не ездил на таких Полигонах Мне было очень интересно Я думаю Вам тоже было интересно Посмотреть Как здесь Это все происходит Спасибо большое за внимание Ставьте лайки И до встречи